так здравствуйте сегодня я вам расскажу немножечко про светодиодную оптику я очень часто пишу в группе там д линзы параболические линзы и так далее так далее сегодня я попытаюсь вам объяснить что это такое и зачем это все нужно вот у нас есть вот такая фара это весьма неплохая фара на самом деле я такую тестил на своем harley и вот это конкретно она будет там же стоять на harley на моем да просто по причине того что у меня была с хромированным безелем я ее продал и сейчас буду стоять черным то есть вот вы видите вот эти вот эти вот штуки плоские это как раз есть д линзы есть их задача ограничивать верхнюю верхнюю границу света очень четко обозначивать для того чтобы не слепить встречных наших то есть вот сейчас мы это я тут немножко арендовал дочную игровую комнату в качестве лаборатории да здесь мы просто так на стену будем светить сейчас я запущу эту фару запущу ее от обычной так сейчас мы свет притушим чуть-чуть оставим только основной вот так чтобы нам немножко и вот смотрим то есть сейчас я запущу фару на ближнем свете и мы увидим что какую она границу дает то есть вот видите то есть она подсвечивает вниз вот подсвечивает вниз и дает достаточно четкую границу вверх то есть в отличие от дальнего света который еще по центру дает немножко более мощный пучок ну это мы замеряем от 9 вольтовой батарейки поэтому плюс комнате это естественно вот такой батарейки как я вам это все буду рассказывать дело в том что на помимо хороших вещей нам китайцы прислали подделку я ее препарировал уже вот с нее даст достал ее из корпуса снял с нее стекло вот здесь мы видим безель видим линзы в частности воды линзы параболические линзы и вот мы видим диод который по идее должен на ближний свет работать этот диод по идее тоже должен на ближний свет работать в качестве подсветки вниз вот сейчас мы ну это фара конечно светит отвратительно она во первых здесь ближний от дальнего не отличается то есть несмотря на наличие трех проводов светят все четыре диоды сейчас мы попытаемся понять что это такое то есть д линза диод установлен вот таким вот образом я вас уверяю что вот в той фаре которую перед этим показал до линзы устроены точно также они даже имеют такую же конфигурацию правда вот поверхность естественно вот эта поверхность кстати она важно если кто в школе физику изучал и помнит ее что такое призма в призме внутри самой призмы происходит отражение от боковых поверхностей и соответственно свет передается именно таким образом здесь на такая же ситуация боковые поверхности должны быть гладкие вот на этой линии на этой фаре мы это не видим теперь мы возьмем наш наш лезерман наш любимый лезерман и раскрутим препарируем дальше эту поддельную фару вот снимаем это у нас плата с электронными компонентами то есть вот в той фаре которую я вам показал эта плата с электронными компонентами тоже присутствует она прикручена на алюминиевый оребренный корпус через термопасту для того чтобы еще и осуществлялось ее охлаждение потому что мощные диоды они достаточно хорошо греются и для того чтобы они долго служили и для того чтобы они эффективно работали нужно чтобы эффективно отводилось тепло для этих целей именно на хороших фарах сделан алюминиевый радиатор вот то есть мы снимаем снимаем электронный блок фары линзочки пока на место оставим вот электронный блок фары она состоит из стабилизатора напряжения и собственно говоря самих диодов как я уже говорил вот верхний диод и два боковых в такого образца фарах нормальных они работают на ближний нижний диод дает подсветку на дальний то есть вот в нашей хорошей фаре здесь на ближний работают три верхних диода включая до линзы и три нижних работают как подсветка дальней значит смотрим что такое д линза д линза вот так такой вид имеет то есть у нее происходит что за счет вот этой полу цилиндрической поверхности она фокусирует свет в одну линию то есть сбоку это все не изогнуто сбоку идут отражение от боковых поверхностей поэтому у нас ярко очерченная полоса получается вот за счет того что диод стоит вот здесь то есть вот это у меня я ее сориентировал как раз вверх и низ диод стоит у нас вот здесь то есть соответственно вверх у него идет сильно вогнутая поверхность вверх у него идет концентрированный то есть идет в пучок а низ идет распределяется вниз соответственно сама линза вы видите она в общем-то не 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 постоянная кривизна за счет этого происходит как раз этот эффект полосы и параболические линзы это вот то что мы привыкли увидеть во всевозможных оптических приборах они как раз с одной стороны они плоские но это не во всех фарах в некоторых они имеют обоюдную кривизну правда разную вот таким вот образом то есть вот мы попытаемся сейчас включить то есть это без нашей без нашей системы линз это выглядит вот так вот то есть все четыре диода здесь светятся таким образом то есть вот то такое у нас наглядное есть пособие что есть такое наша диодная оптика то есть ничего абсолютно сложного к вопросу людей которые спрашивают как-то менять лампочки и так далее так далее то есть вы видите вот эта конструкция да она не разборная здесь все вклеена то есть это дренажные отверстия то есть это отверстие для дыхания то есть вот винты которые у нас залиты смолой это как раз винты которые очень плотно держат на радиаторе электронный блок вот подобного же плана электронный блок на самом деле ничего там нового нет просто более мощные диоды стоят вот а вот этот дыхательная мембрана и и свойства она пропускает влагу только наружу то есть внутрь она пропускает только воздух за счет нагрева естественно во внутренней полости меняется давление это не нельзя допустить дабы не происходит не происходило разгармитизация и отпотевание внутренней поверхности фары существуют такие мембранки на более дорогих фарах там стоят дыхательные клапана которые еще имеют более сложную конструкцию то есть вот я надеюсь что мы с вами поняли что это такое с чем это едят и до встречи на дорогах будем смотреть как это все работает летом ну или не совсем летом чем когда начнем выезжать на своей технике